Традиционно негативную реакцию находим в центральных СМИ США на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Основной тренд статей заключается в том, что Россия виновата в ухудшении отношений с США. Она наращивает гонку вооружений в мире, а американские спецслужбы не оказывают поддержку Навальному, которого отравили сотрудники ФСБ. На своей ежегодной марафонской пресс-конференции президент Владимир Путин развернул широкую сеть неподтвержденных утверждений, будто за крупнейшими проблемами Кремля, включая обвинения в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим ядом, стояли США, пишет корреспондент Вашингтон-Пост Изабель Хуршудян. Российские власти нередко приписывают Западу предубеждения против России и попытки подорвать Москву. Однако последние запирательства Путина раскрывают его внутренние трудности. Экономика страны разорвана в клочья из-за низких цен на нефть и пандемии, замечает корреспондент. На своей ежегодной марафонской пресс-конференции президент Владимир Путин развернул широкую сеть неподтвержденных утверждений, будто за крупнейшими проблемами Кремля, включая обвинения в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим ядом, стояли США. Пишет корреспондент Вашингтон-Пост Изабель Хуршудян. Российские власти нередко приписывают Западу предубеждения против России и попытки подорвать Москву. Однако последние запирательства Путина раскрывают его внутренние трудности. Экономика страны разорвана в клочья из-за низких цен на нефть и пандемии, замечает корреспондент. Президент России Владимир Путин в четверг отверг обвинение, что Кремль стоит за отравлением его главного политического противника, лидера оппозиции Алексея Навального, и в ответ обвинил спецслужбы США в подстрекательстве, сообщает Fox News. Выступая по видеосвязи на ежегодной пресс-конференции, российский лидер заявил, что если бы Кремль хотел отравить Навального, он бы довел дело до конца, сообщает телеканал. По словам самого Навального, совместное расследование журналистской группы Беллингетт и издание Инсайдер в сотрудничестве телеканалом CNN и немецким журналом Spiegel неопровержимо доказало, что сотрудники ФСБ пытались его устранить по приказу Путина. Однако в своем первом комментарии после публикации доклада Путин заявил, что новый отчет основан на данных, предоставленных американскими шпионскими агентствами, и что Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб. Российско-американские отношения достигли своей нижней точки после окончания Холодной войны, после российской аннексии украинского Крыма в 2014 году и вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает телеканал. Путин. По сравнению с Западом Россия белая и пушистая, Брейдборд. На своей ежегодной пресс-конференции в конце года в четверг президент России Владимир Путин затронул тему ухудшающихся отношений между Россией и Западом, назвав собственную страну белой и пушистой, пишет новостной сайт Брейдборд. Путин раскритиковал США за выход из военных договоров с Россией и посетовал на расширение НАТО на территорию бывшего советского блока, пишет издание. Советский Союз и его круг государств-сателлитов, известный как Варшавский договор, распался в 1991 году. Хотя многие бывшие советские республики, особенно в Прибалтике, демонстративно отстаивали свою независимость, слова Путина подразумевают определенную степень доброжелательности в том, что Россия позволила им мирно уйти, утверждается в статье. Путин не упомянул многочисленные действия России, которые усилили напряженность в отношениях с Западом, в первую очередь вторжение в Крым и аннексию украинского Крыма в 2014 году, в результате чего Россию исключили из G8, пишет автор. Совсем недавно российское правительство и сам Путин навлекли на себя гнев международной общественности, отравив российского диссидента Алексея Навального нервно-паралитическим ядом новичок, напоминает Брайтборд, называя предполагаемое покушение синонимом политического убийства. Еще больше российско-западным отношениям вредит московская поддержка сирийского диктатора Башара Аль-Асада, который ведет жестокую многолетнюю кампанию по подавлению так называемых повстанцев, некоторых из которых поддерживает Америка, заключает издание. Прессе Германии и Австрии не дает покоя прошлое Путина в спецслужбах. Он до сих пор ведет себя как агент КГБ, запутывает следы и вводит зрителей в заблуждение, заявляет, например, журналистка Дюцландфанг. А многие отмечают, что слухи о болезни Путина явно не соответствуют действительности. В последнее время было много спекуляций по поводу состояния здоровья российского президента. Ходили слухи о его тяжелом заболевании и о возможной скорой отставке, но все они были опровергнуты Кремлем. И поэтому было интересно, каким Путин предстанет перед публикой. По словам наблюдателей, тяжело больным он не казался. В течение четырех с половиной часов президент Путин отвечал на вопросы участников пресс-конференции. Но он мало сказал о том, как за 20 лет довел страну до такого состояния, в каком она находится сегодня. В духе диктаторов типа покойного кубинца Фиделя Кастро, российский президент в четверг провел ежегодную пресс-конференцию. Но и через четыре с половиной часа он многозначительно оставил открытым вопрос, намерен ли он в 2024 году, после почти четверти века у власти, вновь баллотироваться. Острых вопросов российскому президенту практически не задавали, хотя проблемные темы затрагивались. Шефа Кремля спросили о сепаратистском регионе Донбасс на востоке Украины, которому он обещал помогать и в дальнейшем, и об оппозиционном политике Алексея Навального. Правда, в довольно мягкой форме, поэтому можно предположить, что вопрос был обговорен заранее. Путин показал, что отлично подготовился, и, не вдаваясь в детали обвинений, представил последнее расследование о восьми агентах ФСБ, якобы замешанных в отравлении, как легализацию материалов спецслужб США. Из этого 68-летний президент сделал вывод, что Навального, которого Путин упорно называл пациентом Берлинской клиники, поддерживают спецслужбы США, что оправдывает слежку за оппозиционным политиком. Вместе с тем Путин со смехом опроверг отравление своего противника уже известным аргументом Кремля, кому он нужен-то, и если бы они хотели, то наверняка довели бы дело до конца. Российский президент Владимир Путин в ситуации крайне обостренных отношений с Западом провел в четверг большую ежегодную пресс-конференцию. Все с нетерпением ждали, отреагирует ли шеф Кремля на последние обвинения со стороны активного критика Алексея Навального, 44 года. И если да, то как? Навальный возложил ответственность за свое отравление новичком в августе на группу убийц, получивших приказ от Путина. В связи с этим ЕС ввел санкции против России. В начале пресс-конференции Путин заговорил о пандемии коронавируса. На критические вопросы журналистов о серьезных проблемах в этой области, прежде всего среди бедного населения, он отвечал обычной пропагандой. Путин казался в целом менее уверенным в себе, чем на прошлых пресс-конференциях. Он постоянно поправлялся, в особенности когда речь заходила о конкретной статистике пандемии. В августе Навальный чудом избежал смерти, после того как его отравили в России. В берлинской Шарите он несколько дней пролежал в искусственной коме. В сентябре он смог покинуть больницу. А теперь российский президент все перевернул с ног на голову. Дескать, Россия не использует биологическое оружие, в отличие от других стран, таких как Америка. Российский президент не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить себе власть, таков комментарий Сабины Адлер. При этом он ведет себя как бывший профессиональный агент КГБ, запутывает следы и вводит в заблуждение. Бывший офицер КГБ дает пресс-конференцию. Это само по себе воспринимается как противоречие. Никто иной, как бывший агент спецслужб, будет якобы откровенно отвечать на вопросы отечественных и зарубежных журналистов, российских граждан и гражданок. Российский президент, конечно, рассчитывал на этот вопрос о Навальном. Он не был для него острым, потому что Путин заранее подготовил стратегию. И она соответствовала его репутации искушенного и беспринципного агента. Путин все перевернул с ног на голову. Якобы все это было операцией спецслужб США. Путин ничего не боится. Дважды его спросили, каким был для него 2020 год. Его оценка значительно более позитивная, чем у большинства людей, что неудивительно. Упомянуты были и военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и вакцина «Спутник Ви», которую, правда, не удается выпускать в больших количествах, но которая, судя по всему, хорошо помогает против коронавируса. Бывший агент дает пресс-конференцию. Это не только кажется противоречием, но так оно и есть. Путин остается верен себе. Он путает следы, вводит в заблуждение и никогда не теряет из вида главную цель – свое господство до самого конца. На своей ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин, вопреки слухам, предстал в хорошей форме. В четверг в период пандемии он привел великолепные цифры, но в конце все-таки потерял терпение. Все-таки для некоторых вещей Владимир Путин теперь чувствует себя слишком старым. Он не стал прививаться отечественной вакциной против COVID-19 спутник ВИ, потому что она якобы годится только для людей от 18 до 60 лет. «В этом смысле я человек законопослушный, слушаюсь советов специалистов», – объяснил 68-летний президент. У него появилась пара новых морщин на лбу и седых волос прибавилось. Но тем не менее российский президент на своей 16-й пресс-конференции был в хорошей форме, вопреки всем слухам о состоянии его здоровья. Российский президент вновь дал понять, его режим нуждается в угрозах, как внешних, так и внутренних. Обо всем этом можно только сказать. Все как по учебнику. Но только это учебное пособие не для просвещения, а для дезинформации. Путин есть Путин, иного от него ждать было нельзя. К счастью для Запада, со следующего года в Белом доме будет президент, к которому хозяин Кремля относится серьезнее, чем к Трампу. Путин надеется на улучшение отношений с Америкой, но уже сейчас предостерегает от зарубежного вмешательства в российские выборы. Без угроз извне и изнутри, как вновь показала ежегодная пропагандистская пресс-конференция, путинский режим существовать не может. Продолжение следует...